Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня пятница, 22 января 2021 года. Меня зовут Яков Фаин. Это душевный канал Будни Америки. Начнём с ответов на вопросы. На вопросы мы отвечаем вот как. Скроллим вверх-вниз. Ага, вот. Вот. Евгений Егорушков написал о том, что я говорил, как я ходил в магазин велосипедов, и мне там подкручивали винтики, чтобы не проскальзывала цепь с первых звёздочек. И он мне написал ссылочку на видео, как это сделать самому. Вообще, конечно, YouTube в этом плане крут. И я вспоминаю, как когда-то, когда мой младший только начинал водить машину, и впервые он пробил камеру, мне позвонил, я ему говорю, стой, где-то ты сидишь. Стоишь, вернее, и жди меня. Потому что он не умел ни колесо менять, ничего тогда ещё. Я проезжаю туда, смотрю, он стоит с телефоном и смотрит на YouTube видео, как поменять колесо на запаску в машине. То есть, конечно, это круто, но думаю, что всё равно я этим заниматься не буду. Мне очень просто подъехать в этот магазин. Они меня тут же подкрутят. Я там в эту коробочку брошу пару долларов. Ну и как бы и мне хорошо, и им хорошо. И если есть возможность, чтобы профессионал это делал, то пусть сделает профессионал. У меня нет желания становиться экспертом по велосипедному делу. Дальше. Пишет мне Андрей Решетников. Я хотел бы услышать ваше личное мнение по новой иммиграционной политике Джо Байдена, а именно анонсированное им послабление и открытие дверей для мигрантов. С одной стороны, это свежий окров, с другой стороны, не все мигранты готовы и будут ассимилировать всем обществам, которые они вскоре могут попасть. Не приведет ли это к образованию большого числа обособленных коммун по национальному признаку или религиозным признакам с последующим ростом уровня криминала в месте, где данные коммуны расположены? Спасибо. Пишет Андрей. Ну, тема, конечно, очень большая и интересная. Ибо я, как вы знаете, тоже не родился возле Белого дома напротив, а тоже сюда подъехал по делам и задержался. Во-первых, что предлагает Байден? И когда мы говорим об иммиграции, конечно, большей частью нас волнует иммиграция не из стран СНГ, а иммиграция с южных границ, а именно через Мексику. Это либо самые люди, которые живут в Мексике, либо они попали в Мексику, а потом через Мексику пробираются сюда. Как я отношусь к иммиграции? В целом хорошо. Но я отношусь плохо к иммиграции, которая не контролируемая. Из того, что я слышу, хочет сделать Байден, он делает послабление, он отменит или задержит депортации, он решит что-то с детьми, которые были разлучены от родителей, он даст возможность получить грин-карты тем, которые называются dreamers, которых вывезли детьми. Он все это сделает. Он легализует 20 миллионов нелегальных иммигрантов. Он это все сделает. Плохо ли это или хорошо? Ну, я не думаю, что это совсем прямо плохо. Они все равно уже здесь, эти люди. Все равно уже здесь. Если нелегальной женщине нужно рожать, ее подвозят к госпиталю муж. Легальный муж подвозит ее к госпиталю, оставляет ее на ступеньках и уходит. Она начинает там кричать, что у нее схватки начались. Ее забирают в госпиталь, она рожает, и все такое, и никто за это не платит. Ну, как никто? Это все повышает в дальнейшем стоимость страховок, и потом в результате я лично плачу больше. Это то, что она родила где-то на ступеньках, ну, или ее подбросили в госпиталь, и она родила бесплатно. Ну, что же делать? Я уже ничего сделать с этим не могу. Я помню, когда-то, много лет назад, когда я решил сделать себе веб-сайт первый, я решил зарегистрировать имя, вот это domain name, как jakov.com. И вот я проверяю, есть ли это domain available, могу ли я его взять себе. И оказывается, он нет, не available, недоступен, такое имя. Я начал смотреть, на кого же он зарегистрирован. Оказывается, он зарегистрирован на Якова Смирнова. Яков Смирнов – это был актер, он играл небольшую роль в фильме «Москва над гудзоном». Живет много лет в Америке, и это его сайт. Он комиком работает здесь. Я считаю, что он сделал успешную карьеру, у него даже в свой театр есть где-то там, в Миннесоте. Я бы ходил, он на Продвее был, я ходил на его концерт. И вот, в частности, мне понравилась одна такая шуточка. Когда он рассказывал, как он получил гражданство американское. Он говорит, вот, там, пришли туда, потом прочитали клятву, и нам торжественно объявили, что вот ты уже гражданин Соединённых Штатов Америки. И он говорит, знаете, какая у меня была первая мысль после этого? Какая? Как я ненавижу этих иммигрантов. То есть, все мы были, когда-то, иммигрантами, по крайней мере, в этой стране, и я отношусь с ним хорошо. Но я хотел бы, чтобы эта иммиграция была бы, была бы более профессиональной, то, что называется merit-based. Merit-based – это на основе каких-то ваших квалификаций, данных полезных. Вот. Но даже если это не так, если хотят люди идти из Мексики к нам, пусть идут. Но они должны зарегистрироваться, они должны платить налоги, они должны пытаться, по крайней мере, возвращаться, когда их виза рабочая заканчивается, и так далее. Так как у нас было, у программистов. Я приехал в гости, переделал визу на рабочую, и когда кончалось три года, я должен был её продлить, там был процесс, и так далее. То есть, какие-то порядки должны быть. Если в Америке вы посмотрите на людей, которые занимаются ландскейпингом, ландшафтными работами, копают в сарае деревья, стригут травку и так далее. Это в основном люди, которые на него смотрят, чтобы понятно, что он из Мексики приехал. Небольшого роста, но они очень такие характерные фигуры, лица и так далее. Кстати, не все мексиканцы такие, есть у них отдельная какая-то белая кость, блондины с голубыми глазами, говорят, в Мексике, Мексико-Сири. Я там не был. В этом городе не знаю, но говорят. Неважно, меня не очень это волнует. Почему они только работают на этих работах? Что они лучшие ландскейперы в мире, и они родились в Мексике, а там это специально известная школа по ландшафтам? Нет. Потому что это работа, которая оплачивается не очень хорошо, это работа, которая требует тяжёлого физического труда, и они готовы работать. Как же я могу к ним относиться плохо? К ним я отношусь нормально. Или, если в Москве говорят, в основном дворники из Киргизии. Почему? Что в Киргизии хорошая школа дворников? Там институты выпускают дворников, может быть. Нет. Что москвичи не хотят этим заниматься. Вот и всё. То есть есть спрос, есть предложение. Другое дело, что через южную границу огромное количество наркотиков к нам приходит. Это ужасно. За это надо просто смертная казнь не задумываясь, если доказал, конечно. Вот с этим надо решать проблему. То, чтобы иммиграция в Америку, она всегда была и всегда будет. Потому что Америка – это круто. Америка – это круто. Повторяю. Для многих очень людей. Количество людей, которые стремятся попасть именно в Америку, огромное. Я думаю, что нет ни одной страны, куда хотят попасть больше людей, чем в Америку. Я так думаю. И продолжая дискуссию о том, ехать или не ехать в США, которая была в прошлом видеоролике, могу вам просто сказать, что я жалуюсь на то, что стало хуже. Если брать вот эту известную байку со стаканом, которая наполовину полный или наполовину пустой, в зависимости от того, ты оптимист или пессимист. Но я видел полный стакан. Ну, по крайней мере, намного более полный, чем сейчас. Поэтому, когда я смотрю на этот стакан, я вижу, что он полупустой. Почему? Потому что я видел полный. Но есть много других стран, которые видели только пустой стакан. И для них вот эта половина, на которую я жалуюсь, для них это тоже прекрасно. Они хотят хотя бы так, чтобы было, понимаете? Поэтому я за иммиграцию, 100%. Я за то, чтобы иммиграция была контролируема. И желательно, чтобы большинство было merit-based. Чтобы, как в Канаду, как, по-моему, в Австралии тоже надо заполнять форму. Там набираются какие-то баллы в зависимости от профессии, в зависимости от того, кто нужен стране в это время. Что-то такое. Но, конечно, Америка, это до сих пор остается очень такая, может, я не знаю, самая открытая она в мире или не самая открытая она в мире. Многие скажут, вот мне визу не дали в американском посольстве в Киеве. Да, не дали. Не дали, но это не значит, что Америка закрытая страна. Количество иммигрантов, которые приезжают в Америку, огромное. Что из этого сможет сделать Байден, не знаю. Скорее всего и проще всего это откупиться деньгами. Решить за проблемами иммиграции, что скажет Байден. Обложим налогами и денег дадим на это дело. Кого обложим? Меня. Как это будет происходить? Вот представьте себе, вот мексиканская граница, я имею в виду там Нью-Мексико, штат, к примеру. И вот заявляется толпа в тысячу человек. Перешли через границу, забора не было. Повалили, пришли. И говорят, мы пришли, говорят они, в каком-то там городке местном. Муниципальные власти этого городка и там шериф и три коллеги полицейских приходят, говорят, ну блин, чего сюда пришли? Ну так, нам нравится, мы хотим жить в Америке. У нас были ураганы, у нас нет вакцин от пандемии, хотим жить здесь. И сели, распаковывают вещи, кто-то там палаточку сварганил. Уже кипяточек варят там на чем-то там, на сухом спирте. И что делать полицейскому? Полицейский звонит мэру. Мэр говорит, блин, у меня нет на это денег. Мэр набирает телефон, красный телефон, прямая линия с губернатором. Губернатор говорит, блин, тут тысяча человек сидит, им надо пописать, покакать, туалеты построить, палатки дать. Дети вот рыдают. Матерям холодно, зябка. Хотя нет, что-то я несу. И зябка. Ну, короче, матерям плохо. Надо помочь, нужны деньги. Губернатор говорит, а я при чем? Тут, блин, с этой пандемией, с этими погромами и с БЛМ-ами все деньги ушли. Бюджет пустой. Он звонит куда? В Белый дом. И говорит, вы, ребята, сказали, что вы решили проблему с иммиграцией, что федеральная программа помощи иммигрантам позволит всех принять или большее количество принять. Давайте бабки. Байдин скажет, давайте бабки, что делать? Мы же это пообещали. Дадут бабки. Откуда бабки взяли в правительстве Соединенных Штатов Америки? У меня взяли бабки. И у всех таких, которые платят налоги. Понимаете? То есть, все равно я буду платить за новых иммигрантов, но что я могу сделать? Делать ничего не могу. Одним словом, вы поняли мою позицию. Позицию номер 2. Да? Как пел Кайметов. Теперь. Теперь, если мы уже в СУЮ вспомнили имя Байдена, то хочу вам сказать вот, что это такое агентство, которое называется Расмуссен, Расмуссен, которое занимается опросами, которому можно доверять, у них вроде бы цифры получаются более-менее правильными. Они это доказали, в отличие от многих других во время предвыборной кампании. То есть, это агентство опубликовало данные по поводу степени доверия. Это у нас называется Approval Rating. То есть, рейтинг по тому, насколько оправдывают работу, в данном случае, президента Байдена было за первые, скажем, два дня его в должности. Approval Rating очень низкий. Для вновь избранного президента, ну не очень, но 48%. Это ниже, чем у Трампа было за первые два дня. У Трампа было 56%. Это намного ниже, чем было у Обамы. У Обамы было, по-моему, 64% или что-то такое. За первые два дня. А тут 48%. What the fuck? Хочется воскликнуть. И я воскликнул. Что это? Вы что, хотите сказать, что выборы все-таки были фальсифицированы? И сторонников Байдена не больше, а даже чуть меньше? Меньше, чем половина? Как это? Или он уже успел накосячить за два дня? Он ничего особо не накосячил. Наоборот, шашкой на голову рубит, машет, отменяет трамповские указы, вступает опять куда-то там ногой во всякие организации? Вроде как, он ничего не делал того, что могло бы изменить отношение к ним. А почему же 48%? Может быть, это реальные факты? Реальные цифры, реальная статистика? Не знаю. Не доказано, что выборы украли. У нас, у меня недавно был такой диспут небольшой. До драки не дошло. Но диспут был. Я опять в частной беседе с одним приятелем сказал, что доказательств нет, что выборы украли. Не доказано, вернее, что выборы Трампа украли. Он мне говорит, ну вот ты конкретно считаешь как, что украли или нет? Я говорю, я чувствую, что украли, но доказательств нет. Он мне начал говорить, вот, это вы такие все блогеры, вам нужно, чтобы, хотите вы быть святее Папы Римского? И вы хотите просто, чтобы говорить более-менее четко, а не, чтобы сплетни были. Я говорю, ну доказательств нет. Я еще-то, я не знаю, почему я вспомнил этого Ли Харви Освальда, который убил, считается, что он убил Джона Кеннеди. Я говорю, а это же тоже как бы вроде стопроцентно не доказано. Он говорит, это все доказано, более того, он мне сказал такие факты, которых я не знал. Он говорит, это вообще КГБист. Он жил в Минске, и в Минске есть огромное здание КГБ, а рядом жилой дом дорогой, такой элитный, и он там жил в нем, в этом доме. И это все знают. То есть все в Минске знают, что это он, и что КГБ его послало убить Кеннеди, Джона Кеннеди в 1963 году. У меня просьба, если кто меня служит из Минска, во-первых, ответьте мне, вы знаете об этом что-то. Я после этого разговора нашего пошел на Википедию, действительно он прав, мой приятель. А Освальд в 59-м году переехал в Советский Союз, попросил убежище, но его послали в Минск. Он отказался даже от американского гражданства, потом жил там, потом оказалось, что там нет дискотека, только профсоюзные какие-то танцульки, и даже Кегельбанов нету и так далее. Короче, он уже начал проситься обратно. Но при этом к тому моменту у него уже квартира уже была хорошая, хотя он работал и на заводах, и на телевизионных радио и так далее. То есть там что-то есть, но не доказано, понимаете, не доказано. Поэтому на ощущениях можем мы, конечно, жить, работать по-ленински, но особо мы, конечно, этому не рады. Надо все-таки, мне кажется, более четко и точно говорить о том, что происходит. Следующее, что еще тут? Хотел ли я отвечать еще на комментарии? Хотел ли я? Да, тут был один комментарий, который меня тронул, конечно. Это был комментарий о болезни, о болезни. Вот написал мне человек по имени Цветал. Он пишет, что он жил, это шла речь, я в прошлом, по-моему, подкасте говорил о лекарствах, о том, почему они такие дорогие в Америке и как так, а в других странах они дешевле, то есть мы дураки, а можем они дураки, вот такое. И вот пишет мне Цветал, он пишет, «Я жил в Канаде, а потом переехал в США по работе. Моя жена должна получать постоянную химиотерапию, у нее рак, который удалось перевести в хроническую форму, но не вылечить. Хима, которую она получала в Канаде, была разработкой 30-летней давности и вводилась внутривенно, почти ее убила», пишет Цветаль о своей жене. В США она начала получать по страховке таблетки, которые стоят 9 тысяч долларов в месяц, но эти таблетки ее спасли. Эти таблетки начали использовать и в Канаде через 2 года после США, но стоят они там в 10 раз меньше, так как в Канаде соцмедицина, то они предпочитают, чтобы люди умерли, но не переплатить за лекарства. Получается, что США субсидируют страны социалистической медицины. Ну и дальше. Тальше не будет читать, хотите, прочитайте сами этот комментарий. Да, ЦВИ. Во-первых, мое наилучшее пожелание выздоровления вашей жене. Сегодня рак это уже не смертельное заболевание, но по крайней мере не все виды рака смертельны. Вот, я надеюсь, что ваша жена сможет функционировать и доставлять радость вам и вашей всей семье. Вот так, вот так. Теперь еще пару вещей, которые я хотел бы сказать. Вот я хотел, в прошлый раз я вам говорил о Берни Сандерсе и показывал вам фотку, как он сидел, такой старичок в курточке темной и в ярких варежках, которые ему кто-то связал. Вот. Сегодня на сайте bernysanders.com в магазине уже продаются вот эти толстовки или как вы их называете, не знаю, sweatshirts по-английски, без капюшона. Вот с его фотографией, где он сидит за 45 долларов. Причем уже такой успех, что они уже распродали первую партию. Но все 100% дохода идут в компанию какую-то Милсон, Милсон Уилс в Вермонте, откуда сам Берни Сандерс. Это компания, которая обеспечивает субсидированное питание людям до 60, у которых нет денег платить особо за еду, они там по дешевке подвозят еду и продают. Вот, пожалуйста, Agile. Есть такое слово Agile, программисты его любят. Это, в общем, такое быстро меняющиеся в соответствии с реалиями разработка чего-то, какие-то проекты. Вот, пожалуйста, мгновенная реакция. Он там посидел круто на лавочке с перчатками, тут же раз выпустили, поместили ему на сайт, уже раскупили первую партию. Наверное, пойдет на благое дело. Видите? Но вот Be Agile, то есть надо реагировать быстро. И, наверное, последняя вещь, которую я хочу вам сегодня осветить. Мы вернемся к нашим солдатам, которые, помните, в Капитолии они там были, охраняли. Вот. Они там были довольно долго. Потом большую часть вывезли, но пять тысяч осталось. И вот эти пять тысяч их взяли и вывели уже из Капитолия и куда-то там напротив где-то они пишут какой-то гараж парковочный. Им сказали сидеть там и они жалуются, что там нет интернета. Одна только розетка электрическая, одна, один туалет с двумя вот этими писсуарами для армии из пяти тысяч человек. Температура в Вашингтоне тоже холодная, это примерно там ночью примерно плюс 10 Цельсия, допустим. Вот. И они говорят, еще вчера десятки сенаторов и конгрессменов ходили и с нами снимали фотки и благодарили нас за сервис, но теперь, но после того, как мы им уже не нужны, они нас выкинули туда на паркинг-гараж и мы себя чувствуем преданными. Преданными. Вот показано, как они в гараже сидят там где-то. Сидят там где-то. Ну, вопрос. Какие чувства вызывает у Вас эта статья? Первое, конечно, чувство у Вас может появиться, что, мол, да, он, блин, предали солдат, когда они были нужны, пожалуйста, а тут только два писсуара на пять тысяч человек. Что думаю я об этом? Ну, оно, конечно, жаль, что там два писсуара, хотелось бы три или четыре на пять тысяч человек. Но, с другой стороны, как Вы можете жаловаться, пацаны, Вы в армии находитесь. Это добровольно было. Это не то, что, скажем, в Советском Союзе Вас насильно завзяли 18-летним мальчиком и отправили черти куда служить. Нет. Вы пошли сами. Вы пошли сами. Вы знали, на что Вы шли. Если Вам хочется пописать или покакать, значит, надо зайти за угол этого паркинг-гаража и присесть за кустиком. Вот и все. Кусти конец, значит, отгородиться картонной коробкой разорванной. И все. Вы должны были быть приспособлены к тяготам и невзгодам военной жизни. Хочу Вам напомнить песенку группы статус-кво You're in the army now где есть такие слова в частности Shut ring out in the dead of night The sergeant calls Stand up and fight You're in the army now The shots ring out in the dead of night Можно перевести как темная ночь столько пули летят по степи. А подальше сержант кричит Вставай и иди воевать What the fuck Надо жить в гараже Живи в гараже Или это только в Голливуде показывают сержанта американской армии которая их в грязь из грязи в грязи из грязи тренировка бежать 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 Наши солдаты в Афганистане Мне рассказывали люди у которых сын там служил Обмундировка обмундирование экипировка его 50 килограмм на нем В Афганистане в жару в 40-50 градусов они ходят нос Они там садились на унитаз писнуть Он был настолько рассказан что они ожоги от этого получали А чего вы жалуетесь пацаны Драку Драку заказывали получить Нет у меня жалости к этим солдатам Конечно Мне неприятно что конгрессмены их похерили тут же Но это другая тема Но солдатам жаловаться не приходится Ну вот такие вещи которые я хотел вам сказать сегодня Есть ли еще что-нибудь Ну буквально еще два слова Буквально еще два слова Тут есть один мужичок Я вам его сейчас наверное покажу А может и не покажу Ну по крайней мере расскажу Не должен показать Сейчас я вам покажу Вот он Ну-ка иди сюда дружок Майк Линдел Вот есть такой мужичок 59 лет ему сейчас У него он стоит как у нас говорят 300 миллионов долларов Сначала он заработал денег Он заработал денег Он придумал подушку Он вообще пытался разные варианты делать Потом он стал продавать подушки в конце концов В конце концов стал продавать подушки У него есть фирма MyPillow Рекламы постоянные у нас по телевизору MyPillow Пожалуйста там лучшая в мире подушка И он там стоит улыбается и все такое Какой-то Когда-то у него были на него в суд подавали что он врал что его подушки помогают избавиться от храпа Если вы будете спать на его подушке оказалось неправда Но как бы они сделали сеттлмент договорились за миллион и сняли этот лосс с него У него были годы и годы эдикшн То есть он был на наркотиках очень много лет Но потом он вышел И он был большим сторонником Трампа Он поддерживал Трампа очень сильно Поддерживал Трампа И что теперь? Теперь Так как началась охота на ведьм А ведьмами являются все кто поддерживал Трампа Теперь многие торговые сети там например Bad Bath & Beyond или там Call Которые продавали его подушки сказали что больше нам свои подушки не присылай Спи на них мол сам И уже довольно много сетей отказались принимать его продукцию Ну конечно ему есть что кушать И я все это понимаю но у него работают люди фабрики которые изготавливают подушки Если они его заставят закрыть бизнес полностью К примеру допустим Сколько людей потеряет работу Почему? Потому что он Майк Линдел поддерживал Трампа Это что? Это что происходит пацаны? Что это за страна у нас стала такая? Можно взять и полностью уничтожить бизнес из-за политических воззрений и предпочтений и привязанности Это ужасно Это ужасно ребята Так что стакан все-таки наполовину пустой для меня Будьте здоровы Пока